Казахстан Эффективную работу которого сегодня отметил Ельбаса Предприятие принимает активное участие в решении экологических и социальных проблем восточного региона 20 лет успешно проводили Наше сотрудничество, наша группа приводила к успеху Казахстан получил солидные отчисления в бюджет Производство увеличилось, компания увеличилась Сейчас вот по пандемии, тяжелые положения Просим поддержать дальше рабочие места сохранить Помощь социальными вопросами В свою очередь Глазенберг выразил признательность Назарбаеву За оказываемую поддержку работникам горнодобывающей отрасли И созданный за годы независимости благоприятный инвестиционный климат в стране Казахстан является одной из самых надежных и безопасных стран для инвесторов горнодобывающей отрасли В отличие от многих стран, где работает Глинкор Казахстан это стабильность законодательства для инвесторов, стабильность налогового режима Надежный и предсказуемый политический режим В Чили налоги меняются, в Перу налоги меняются, в Африке постоянно все меняется Даже в Австралии происходят изменения В Казахстане понятные, простые и неизменные правила Это позволяет спокойно работать и расширять инвестиции С вековым юбилеем Коммунистической партии Китая Стратегического партнерства между Казахстаном и Поднебесной Китайская народная республика стала мощным государством мирового масштаба Вторая экономика в мире Вы знаете, что с первого дня я поддерживаю наши отношения Стратегическое вечное партнерство Китая-Казахстана продолжает работать Прежде всего передать вам наилучшие пожелания и самый теплый привет от вашего давнего друга Старого друга, доброго друга, председателя КМР господина Сидзимпина Пекине высоко ценит ваше решение принять участие в предстоящем саммите Который состоится 6 июля Саммит лидеров мировых политических партий Это очень важные события, важные мероприятия Ваше участие станет еще одним мощным стимулом для развития китайско-казахстанских отношений Но еще и для стимулирования и активизации межпартийных связей От вопросов международных к делам внутренним В Казахстане появится новый орган местного самоуправления О создании так называемых кинесов сегодня заявил президент во время очередного заседания Высшего совета по реформам Институт должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля на местах Впрочем, основной темой заседания стала подготовка национальных проектов И тут Касамжамар Тукаев четко дал понять В этом случае высший совет не должен превращаться в клуб мечтателей Только реальность, практика и результат Айгуля Монтаева продолжит Количество это не всегда качество И чтобы цели на будущее были четкими Агентству по стратегическому планированию Сразу после его создания было дано задание Пересмотреть все госпрограммы за годы независимости Их было больше 500 Решений высшего совета по реформам при ведомстве Создать инклюзивную, понятную платформу Систему госпланирования Свернуть неэффективные Оставить те, в которых содержатся конкретные показатели Сегодня была презентация новых национальных проектов Предложение было 20, оставили 10 Здоровая нация, Белемде Олд, безопасная страна Технологический рывок за счет цифровизации инноваций науки Будет внедрен национальный проект Сильные регионы драйвера развития страны Где мы включили пункты Прежних государственных программ Нурлыжов, Нурлыжи и развития регионов Также ожидается 15 триллионов небюджетных средств Два главных показателя Во-первых, это снижение разрывов между регионами И также показатели направлены на обеспечение социальной и жилищной инфраструктуры Это обеспечение питьевой водой 100%, 100% очистка сточных вод 100% дорог в опорных селах в хорошем состоянии Вот практически свыше 100 миллионов квадратных метров жилья Ожидается в течение этих пяти лет И обеспечены будут 235 тысяч земельных участков Под индивидуальное жилищное строительство Планы планами, но реальность диктует свои условия Важно ходить по земле и не превратиться в клуб мечтателей Советует присутствующим президент Жизнь за окнами наших кабинетов развивается по сложной траектории Сейчас ведь мы вынуждены принимать какие-то решения Связанные с повышением цен на продукты первой необходимости И в целом с ростом инфляции Масса других вопросов, затрагивающих обычную повседневную жизнь наших граждан Возьмите, к примеру, засуху, которая начинает очень отрицательно сказываться на состоянии животноводства То есть мы должны ходить по земле, грубо говоря Здесь, конечно же, нужна очень согласованная работа с полным пониманием задач, которые стоят перед нами Кстати, о важном, о затратах На реализацию нацпроектов планируется потратить больше 20 триллионов бюджетных средств и частных инвестиций в два раза больше Новостные сводки не без громких хищений, поэтому опасения главы государства о потенциальной угрозе коррупции обоснованы Каждый тенге должен быть под контролем Как только появляются в печати в планах правительства те или иные большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов Особенно в области инфраструктурного строительства Тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессионалов, охотников за такими проектами С точки зрения отжатия соответствующих средств в свои карманы Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить и правительство, и соответствующее агентство Внимательно подумать над этой проблемой Потому что мы в конце концов уже не должны работать на людей, которые вертятся вокруг всего этого Внося ноль пользы в реализацию государственных программ, нацеленных на обеспечение благосостояния наших граждан Затронули актуальную тему для страны выборы сельских акимов Первые выпадают на конец июля И в этом контексте одна из главных задач госаппарата Четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления Областью, районом и округом Важную роль в этом вопросе играет новый орган местного самоуправления КИНЕС КИНЕС это принципиально новый институт Он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению право корректировать В пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам В этой части именно КИНЕС будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе То есть КИНЕС сам определит, нужны ли максимальные фискальные поступления Или нужны более низкие налоги для привлечения бизнеса С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа Полагаю, возможно в целом поддержать его По итогам обсуждения вопроса предстоящих выборов на селе Правительству поручено внести новую концепцию развития местного самоуправления на утверждение Следующее заседание Высшего совета по реформам запланировано на 15 августа Айгуля Монтаева, Саэт Румазанов При содействии телерадиокомплекса президента Итоги дня 4,5 миллиарда долларов инвестиций привлечено через Международный финансовый центр Астана Президенту рассказал сегодня управляющий МФЦА Кайрат Килимбетов Это уже половина от запланированного до 2025 года объема средств Килимбетов также проинформировал Сегодня на площадке Международного центра работают больше 800 компаний из 53 стран мира Заслушав доклады участников заседания, Касымжамар Тукаев обозначил ряд актуальных задач дальнейшего развития МФЦА В частности, президент отметил важность проведения эффективной приватизации компаний на бирже финцентра Казахстанский лидер также одобрил предложение о выпуске государственных ценных бумаг на бирже МФЦА Это правильный шаг вперед Я поддерживаю данную инициативу Отмечу, что эта инициатива не должна просто перемещать существующих инвесторов с одной казахстанской площадки на другую Должна создаваться добавленная стоимость Мы близки к достижению или превышению лимитов по обслуживанию государственного долга Поэтому правительству предстоит принимать решения, исходя из эффективности государственного заимствования в части ставок, сроков и других аспектов А задача центра – обеспечить максимально выгодные условия для размещения государственных бумаг Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год Поручив правительству, Нацбанку и другим заинтересованным органам в трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным предложениям МФЦА достигла весьма значительных результатов Мы видим, что портфель инвестиций стал в разы больше Мы должны понимать, что это идет долгосрочная перспектива Мы видим большое количество изменений Это вопросы триллионов долларов США Также потенциал роста МФЦА мы можем видеть на основе различных примеров МФЦА может быть мостом между инвесторами и проектами Что касается расходования бюджетных средств, об этом тоже сегодня говорили на высоком уровне Тукаев принял главу учетного комитета Наталью Годунову Она сообщила об основных выводах заключения к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2020 год Его приняли на совместном заседании палат парламента на прошлой неделе Главный аудитор страны также доложил об основных итогах проверок управления земельными ресурсами Специальных экономических зон и одной из национальных горнорудных компаний По итогам президент дал соответствующие поручения И сегодня же президент объявил о присоединении Казахстана к двум партнерским объединениям Коалиции действий по противодействию гендерному насилию и Коалиции действий по экономической справедливости и правам Что предполагает принятие государством ряда обязательств Заявление он сделал во время выступления на глобальном форуме «Поколение равенства» Тукаев также сообщил о решении запустить общенациональное исследование Распространенности насилия в отношении женщин и девочек Говоря о предпринимаемых на законодательном уровне мерах Глава государства заявил о намерении пересмотреть список запрещенных для женщин профессий А также усилить их социальную и правовую поддержку Мы создали прочную правовую базу, важнейшим элементом которой является концепция семейной и гендерной политики до 2030 года В прошлом месяце я подписал указ о дальнейших мерах в области прав человека Одним из основных направлений которого является обеспечение гендерного равенства Решение гендерного вопроса – один из приоритетов внешней политики страны в региональном измерении К другим новостям В столице сегодня определяли, кто возьмет госпремию в области науки и техники В итоге по результатам предварительного отбора в топ попали 16 проектов в сферах медицины, биологии, сельского хозяйства и естественных наук На заседании комиссии под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева Представили результаты экспертизы, экспертные рекомендации по каждой работе Список лауреатов будет опубликован в СМИ Между тем, эксперты комментируют, как отразится на отечественном сельском хозяйстве закон по вопросам развития земельных отношений Его, напомню, накануне подписал президент Общественный и политический деятель Нурлан Утешев считает, что благодаря документу коррупционные риски в земельной сфере будут сведены к минимуму Что имеет в виду эксперт? Сработает норма, по которой каждый сможет посмотреть, кому принадлежит тот или иной участок земли Это значит, что землепользование в стране станет прозрачным К тому же, по словам Усешева, чиновники будут пристально следить за тем, как используется сельхоз земли К примеру, арендаторы не смогут менять целевое назначение пастбищ и полей А в случае, если участок будет простаивать, государство незамедлительно заберет его у латифундиста Это вопрос того, чтобы земли сельхозназначения максимально эффективно использовались Мы все знаем, что если даже землю под паром один год, то дальше уже, если не происходит никакой обработки То земля деградирует, засоряется или наоборот рассыпается То есть обязательно нужно работать с землей И здесь, я думаю, этот закон как раз таки даст возможность реальному сельхозпроизводителю заниматься землей Помимо нового закона о земле заработал еще один важный для казахстанцев законодательный документ Сегодня вступил в силу новый административный процедурно-процессуальный кодекс Что он даст? Решать споры с большой машиной госаппарата рядовым казахстанцам станет легче Понятно, что за госорганами всегда стоит штат юристов И обычному гражданину судиться с профессионалами порой кажется делом обреченным Сейчас же все будет наоборот Иски к чиновникам будут рассматриваться на основе принципа презумпции виновности госоргана То есть именно ведомство должно будет доказывать суду обоснованность своего решения А сами споры отдадут специализированным судам Их создали во всех областных центрах и городах республиканского значения Они появились также в Каскелине, Семее, Жасказгане и Экбастузе Дела, которые находятся в производстве судов И были приняты в производстве судов любого уровня До вступления в силу административно-процессуального кодекса Они рассматриваются по правилам гражданского процессуального кодекса То есть законодательство, действовавшее на момент принятия дела судом То есть если это начато, допустим, даже если дело было принято и начато 29 июня То оно будет продолжаться, рассмотрение его будет продолжаться по правилам ГПК Ну а теперь об эпид-ситуации в стране Тревожные вести приходят с юга Казахстана Самый опасный смертоносный индийский штамм коронавируса добрался до регионов Ранее, напомню, Дельта-Штамм наблюдали лишь в Алматы и Нур-Султане Теперь эту разновидность коронавируса выявили в Шемкенте В целом за минувшие сутки там заболели 143 человека В том числе и новорожденный малыш Врачи призывают жителей города вакцинироваться, чтобы избежать резкого роста заражения Дельта-Штамм поразила и двоих жителей Алматинской области В Толгарском и Каратальском районах Где вакцинация, кстати, ведется медленно Пациенты находятся на изолированном лечении в больнице Сейчас определяет круг контактных лиц В сутки нам необходимо прививать до 6 тысяч человек За последние два дня мы достигли отметки в 7,5 тысяч Вакцины достаточно И по традиции о статистике, показатель продолжает ползти вверх За минувшие сутки ковид подтвердился еще у 2436 человек Общее же число инфицированных с начала пандемии превысило 425,5 тысяч И это опять же к вопросу темпов вакцинации Не сказать, что она идет медленно, но стремиться точно есть к чему И вот стало известно, что казахстанцам, не получившим вакцину против коронавируса Ограничат доступ на рабочие места Их обяжут раз в неделю сдавать ПЦР-тестирование Главный санврач страны Ерлан Киясов уже подписал новое постановление Исключение сделали лишь для тех, у кого имеются медицинские противопоказания Переболевшим коронавирусом в течение последних трех месяцев Отмечу, попасть на работу не смогут невакцинированные сотрудники Сферы услуг, торговли, культуры, образования, общественного питания И других объектов жизнеобеспечения За нарушение нового правила адмоответственность грозит как работнику, так и работодателю Налагать штрафы начнут после 15 августа Для физлиц его размер составит 87,5 тысяч тенге Между тем, больше 700 рабочих вакцинировали против коронавируса в индустриальной зоне Алматы Всего там трудится 1205 человек на 13 предприятиях Больше сотни из них не привились из-за различных медицинских противопоказаний Вакцинированные же теперь могут работать даже несмотря на ограничения или ухудшение эпидситуации Для того, чтобы люди не отвлекались от рабочего процесса Руководители компаний специально пригласили мобильную группу врачей Напомню, в городе работает 307 прививочных бригад Часть из них может выезжать в коллективы и вакцинировать людей прямо на рабочем месте Это позволяет не останавливать производство И к другим темам Около тысячи абонентов в Уральске снова сидят без воды В этот раз аварии произошли на ветке холодного водоснабжения На пересечении улиц Алматинская и Айталиева А также микрорайоне Строитель Люди возмущены, запасов никто не делал И теперь воду приходится покупать Перебои с водоснабжением в областном центре типичны Кроме порывов на линиях есть и дефицит самой питьевой воды Из-за сильной жары не успевала охлаждаться турбина И объем воды, качаемой из Урала, снизился вдвое Между тем половина из 60 тысяч кубов, потребляемой в сутки, уральцами подается из реки Вопрос перевода города на полное снабжение из подземных источников Сейчас актуален как никогда Урал переживает рекордное обмеление Ужасно, честно говоря, в душ не сходить, ничего не сделать Каждый год что-то в них ломается И вот так вот приходится выживать Чтобы решить проблему недостатка воды Нужен целый комплекс мер Нужен водоотвод от подземного источника До северо-восточной части города Нужно построить резервуар, чтобы можно было Держать там постоянно запас воды Тогда не было бы перебоев с подачей Пока в областном центре люди запасаются водой Фермеры в регионе активно ведут заготовку кормов Акцент крестьяне делают на многолетней культуре Животноводы боятся повторения прошлогодней ситуации Когда цены на сено стали для них неподъемными Как переживут нынешнюю зиму сельчане И как готовятся к ней, расскажут наши корреспонденты В Уланском сельском округе Агроформирование сложностей с кормами Нынешней зимой не испытывали Труднее пришлось рядовым сельским жителям Некоторым не хватило запасов Им помогали местные фермерские хозяйства Приобрести корма из-за их резкого подражания Оказалось не по карманам Заготавливать самостоятельно обходится Намного дешевле, говорят сельчане Последние несколько лет у нас была засуха В этом году ситуация намного лучше Было много дождей Ожидаем хороший покос Сейчас работают бригады Да, сельчане переживали сложные времена Когда нечем было кормить скот Наши крестьянские хозяйства 57 им раздали корма бесплатно Сейчас к сенокосу приступили 8 крестьянских хозяйств и 2 сельчанина Среди кормовых культур преобладают многолетние растения Фермер Каирбек Мирзагалеев засеял суданку, житняк, сорга Уже собрал 40% посевов Эти виды трав не уступают по качеству зернофуражным кормам Рассказывает глава крестьянского хозяйства Многолетние травы выдерживают засуху Несмотря на небольшой рост листья, как у кукурузы Хорошая всхожесть к кормовой базе Нужно уделять большое внимание Пара сенокоса сейчас в самом разгаре Больше половины из 420 местных хозяйств Сырмского района заняты уборкой Результаты неплохие Здесь планируют заготовить почти полмиллиона тонн сена На сегодняшний день собрали около 10% от запланированного объема Если закупать сено у хозяйств, заготавливающих корма То обойдется 3,5-4 тысячи тенге С транспортными расходами стоимость увеличивается до 5,5-6 тысяч тенге Сельчане настроены оптимистично По нынешним прогнозам на зиму они смогут обеспечить себя кормами Главное, чтобы цены после сенокоса не подскочили В сельских местностях тем временем кипит другая работа Там готовятся к предстоящей электоральной кампании В Мангосталской области выдвижение кандидатов на участие в выборах Акимов уже началось Согласно правилам, соискатели должны подать документы за 15 дней до голосования После они начнут знакомить односельчан со своей предвыборной программой В регионе 46 сельских округов В конце июля первые прямые выборы пройдут пока в 10 из них Связано это с завершением срока полномочий действующих руководителей сельских администраций Выборы пройдут в четырех селах Бейнеусского и Мангосталского районов А также в селе Куланды Каракьянского района И в селе Ахшикур Тубкараганского района Территориальными комиссиями созданы избирательные округи Календарный план готов На сегодняшний день поступили документы пока одного кандидата Это самовыдвиженец из села Ахшикур Тубкараганского района В Актюбинской области определился первый кандидат на должность Акима Кышакумского сельского округа Шалкарского района По информации областной избирательной комиссии Первым зарегистрировался самовыдвиженец В регионе создано 35 избирательных участков Выборы, напомню, назначены на 25 июля Еще одним новшеством электоральной кампании Станет графа против всех, которая будет в бюллетенях И продолжаем выпуск Ипотеку всего за сутки теперь можно получить в Казахстане Такой уникальный кредитный продукт разработали специалисты Freedom Finance Bank Совместно с Министерствами цифрового развития и юстиции Чтобы оформить ипотечный заем, желающим приобрести жилье Больше не нужно никуда идти и стоять в очередях Достаточно подать заявку на сайте банка Как это работает, расскажет Татьяна Ковалева Новую цифровую ипотеку можно оформить через сайт Freedom Finance Bank Всего за сутки необходимо лишь ввести свои расчетные данные За несколько минут вы получите онлайн оценку И сможете оформить документ купли-продажи Практически все этапы проходят без непосредственного общения с сотрудниками банка Личное присутствие покупателя и продавца понадобится только при регистрации договора купли-продажи у нотариуса Для того, чтобы мы могли сделать процесс полностью в онлайне, нам нужно получить согласие продавца В том числе и подписать с ними все соответствующие договора Он должен стать нашим клиентом Нам нужна его идентификация, которую мы делаем в процессе открытия счета Вот использует государственный биометрический сервис Благодаря цифровой ипотеке можно купить практически любую квартиру на вторичке Ставка кредитования от 10,5%, срок от 3 до 15 лет, первоначальный взнос от 20% Новой услугой воспользовались уже порядка 20 человек Мы не просим у вас ни одну справку Все цифровые документы мы получаем с государственных сервисов Плюс подача заявки, это всего лишь два поля Это и на телефон, потенциальный клиент Не несет никаких расходов до того, пока он не увидит, во сколько онлайн оценка оценила квартиру И при согласии продавца, перед походом в нотариус В этом случае оплачиваются услуги независимой оценочной компании Правда, пока оформить ипотеку за сутки могут только жители столицы и Алматы Но разработчики уникального цифрового продукта пообещали, что к концу года услуга станет доступна и для других крупных городов Казахстана Татьяна Ковалева, Мирамбек Ахмаханов, итоги дня Уже в августе этого года на Ассетургенской обсерватории, которая расположена в горах Северного Тяньшаня Будут установлены три новых телескопа Эти инструменты необходимы казахстанским астрофизикам для того, чтобы отслеживать потенциально опасные объекты в ближнем космосе и околоземном пространстве В Ассетургенской обсерватории побывала и наша съемочная группа Все подробности в репортаже Григория Беденко На этом коротком видео, снятом казахстанскими астрофизиками в горах Тяньшане, запечатлен первый казахстанский спутник связи Кассат-1 Сам объект — это неподвижная белая точка в центре кадра В настоящее время он находится на так называемой орбите захоронения, в 40 тысячах километрах от Земли Как известно, спутник был запущен летом 2006 года Но уже в 2008 в результате необратимой технической неисправности превратился в космический мусор Подобных неуправляемых и никому не нужных объектов в околоземном пространстве сегодня очень много И за ними необходимо постоянно наблюдать Сейчас мы как раз работаем над большой программой, которая так и называется Программа по осведомленности о ситуации в околоземном космическом пространстве Значит, сюда включается оптическая часть наблюдений по, допустим, геостационарным объектам Плюс к этому мы стараемся разработать новую систему, которая бы позволила нам наблюдать низкоорбитальные объекты То есть мы стараемся охватить вообще весь диапазон орбит от низкоорбитальных до геостационаров Программа по отслеживанию потенциально опасных объектов в околоземном пространстве Наряду с фундаментальными исследованиями станет основной в деятельности Казахстанского института астрофизики Она предполагает тесную международную кооперацию Полутораметровый телескоп АЗТ-20 также можно использовать для отслеживания потенциально опасных объектов в ближнем космосе К примеру, это могут быть астероиды, орбита которых проходит в непосредственной близости от поверхности Земли Либо фрагменты космического мусора И вот такие небесные тела подобный инструмент позволяет изучить в самых мельчайших деталях Информация о подобных объектах очень востребована Особенно теми странами, которые располагают крупными группировками спутников А также имеют возможность их запускать К примеру, наши ученые уже в контакте с французской Ариангрупп На низких орбитах скорость примерно получается от 10 до 14 км в секунду И для этого нужно успеть отследить, например, объект до минуты Минуты даже максимум, получается 10-15 секунд Чтобы поймать его фотометические данные, спектроскопические данные Вот этот большой телескоп, большая часть его работы идет Это дальний космос, потому что он большой диаметр Большая светосила и большое поле Тем те телескопы будут обнаруживать объекты И этот большой телескоп будет подхватывать То есть всегда идет система из нескольких телескопов, которая дает приоритеты Такие наблюдения требуют развития инструментальной базы Поэтому уже в августе этого года в Осетургенской обсерватории Планируют установить три новых телескопа Они будут управляться дистанционно, а вся информация обрабатывается в Алматы В создаваемом сейчас новом дата-центре Григорий Беденко, Эдуард Кон, итоги дня, Алматинская область И в завершении выпуска о премьере на телеканале Хабар Сразу после новостей смотрите продолжение документального проекта Основанного на эксклюзивном интервью Ельбасе «Штрихи к портрету» Четвертая серия носит название «Лидер» Откровенное интервью первого президента о ключевых событиях страны из первых хост Поэтому не пропустите Всего вам доброго и до самой скорой встречи в эфире До свидания